И опять все сроки вышли, но так никто и не вывелся. Голубочки, наконец, оставили гнездо, и Гоша тут же начал осваивать новое место. Эннечка не сразу примкнула к нему. Она ходила и стояла рядышком, но к ящичку не подходила. Похоже, она никак не могла смириться с тем, что у них с Гошей до сих пор никто не вывелся. Наконец, она подошла к яйцам, до сих пор лежавшим в старом гнезде, и стала их нежно целовать. Увидев это, я заплакала. Я вдруг с новой силой ощутила, насколько сильно я люблю эту птичку, и как мне хочется, чтобы у нее все получилось. Эннечка прощалась с невылупившимися детками и в очередной раз рухнувшими надеждами. После этого она направилась к Гоши и с этого момента стала принимать участие в строительстве нового. Гошей по гнезда. 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 которых в сарае было предостаточно. Я подкинула им стебельку и птички стали делать из них мягкую выстилку. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok